Добрый день друзья! Это снова Кочетков Александр. Как сегодня расскажу, а я всегда буду это говорить, наверное, через ролик, а потому что никак по-другому. Такая история. Говорят некоторые, Сань, да ты что тратишь время на людей. Я говорю, ну как тратить время? Время тратить это где-нибудь, не знаю, делать что-нибудь нехорошее, торговать наркотой, показывать дом 2 и так далее. То есть вот это, я думаю, что трата времени. То, что касается человеков, человеков именно, ну и человечество в итоге. То есть хочешь помочь человечеству, помоги одному человеку, а там будет второй, а там будет третий, пятый, десятый. Что я хочу сегодня рассказать? Ну вот был случай, как говорится, онлайн в данное время. Мне сказали, что есть такая женщина после инсульта. Ну я наверно о ней уже рассказывал. Ну все, приехал. Первый вопрос, который я ей задал, вы хотите жить? Она сказала, вот так как сейчас нет, была скептически настроена. Ну что сделать? Я три часа, два с половиной, три часа с ней пообщался, рассказал, что все возможно, что у вас только это произошло. Все будет замечательно. Берите, занимайтесь. Прошло две недели, три. Приезжаю узнать как дела. Ну в итоге печально, печально. А почему? А есть такой анекдот советского времени или постсоветского раннего времени. Сейчас он не популярный. Еще раз расскажу. Почему нельзя заниматься любовью на Красной площади? А? Ну вы наверно в курсе. Советчики замучают. Ну там по-другому немножко. Концовочка. Вот. И то, что я рассказывал в течение трех часов, рассказал кучу историй, показал себя, показал свой результат. Все замечательно. Да, человек вдохновился, загорелись глаза, а то просто сидела такая. Вот. Советчики Вигги, невролога, сказали, ты что старая, совсем с ума сошла. Ну, это я утрирую, конечно. Так он не сказал, он говорит, да ты что, ненормальная, не надо этого делать. Ну и все. Ну, я думаю, что это не один советчик был. Их было целая Красная площадь. Ну, в общем, насоветовали. Все. Ну, где-то у нее есть знакомая, которая тоже не ходила, и потом через несколько лет она стала ходить. Ну, замечательно. Что я могу сказать? Да, у них есть там аппликаторы, да, у них есть там то, все, пятое, десятое. Ну, что я могу сделать? Я свою миссию, как говорится, выполнил. Я мог, ну, там, я встретился, я рассказал, что надо делать, как надо делать. И все. Ну, и теперь я сделаю такой трэш для невролога этого идиота. Идиот! Я не люблю идиотов в белых халатах. Не люблю просто. Ну, и к вам всем это большое обращение. Если вы что-то не знаете, ну, изучите сперва, а потом говорите. То есть только что вы данного человека обрекли на долгие мучения, страдания. И она будет пессимистически смотреть на жизнь. Потому что вы ей сказали вот такую вот шляпу. И этот человек, так же, как моя тетя Алла, которая живет надо мной. Ну, как-нибудь я тайно от нее запишу ролик и покажу ее на весь мир. Вот. Все. То есть человеку вы, у человека вы отобрали шанс. Ну, в ближайшее время, буквально там за месяца полтора-два, почувствовать себя замечательно. Вот. Товарищи неврологи, еще раз объясняю, чем вы занимаетесь. Вы херней занимаетесь. Вы даже не знаете свою собственную матчасть. Вы неврологи. От слова какого вы? Нервы. Нервы. Нервы это нервные окончания, которые выглядывают из нашего позвоночника. Обратитесь к вашему родоначальнику, почитайте его книги. О чем он говорит? То есть, если у человека много болезней, причина одна. Позвоночник. Эй, чуваки. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Эй, дебилы. Дебилы в белых халатах. Открывайте учебники, блин. Читайте важные умные книги. Включайте ваши мозги. Чем в советское время, ну, вы, наверное, еще тогда не лечили, а вы еще только учили. Вот. Люди, люди, обыкновенные люди, не медики. Слушайте меня внимательно. В советское время признано до сих пор, что самая лучшая система здравоохранения. Люди в тот момент жили намного дольше. Да, не было стрессов. Да, ну, как бы, не было много чего. Аптек. Как мучились, а? Вот, елки-иголки. Не было этих многих блатных этих препаратов. Там такой дефицит все такое. За счет чего тогда лечили-то? Люди, одумайтесь. Думайте. Мозги включайте. Почему? За счет чего тогда лечили? Почему система здравоохранения советская самая лучшая признана до сих пор на планете? Потому что первое. Была поголовная диспансеризация. То есть вы ежегодно должны были проходить обследование. То есть на ранних стадиях могли быть выявлены серьезные недуги. Второе. Врачи были более профессиональны. Потому что они, видимо, лучше изучали материальную часть. Но самое главное я вам скажу, то что каждый доктор был ответственен за свои диагнозы и за своих пациентов. И не дай бог, он по ошибке сделал какой-то неправильный диагноз. И с человеком что-то случилось. Что будет? Человек отвечал своим... Как это сказать? Состоянием. Где он будет сидеть? У себя в кабинете за столом? Или он будет сидеть в тюрьме? За то, что он угробил человека? Произвел что-то неправильное? В отличие от той системы здравоохранения, которая сейчас брошена против нас. Ну это вам серьезно говорю. Против нас. Убрать боль, это не означает исцелить человека. Убрать симптоматику, это не означает избавить человека от страданий, от болезней. Тук-тук, тук-тук. Товарищи врачи, это для вас. Ну и для людей, которые здравомыслящие. Так, второе, да, я сказал. Да, не было стрессов, да, питание другое было. Да, двигались больше. Что теперь делать? Раньше не было машин, раньше не было телевизоров, компьютеров, пультов от телевизора. Нам надо было там бегать, двигаться и все остальное. Мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Все, все двигались и все жили долго и счастливо. Что сейчас творится? Вы сами же убиваете сами себя. Два. Так, за счет чего лечили? Третий, 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 кит. За счет чего в советском государстве лечили? При условии не было аптек, не было столько препаратов, не было, наверное, столько врачей, наверное. Не было столько оборудования в больницах, там, диагностического. Почему так? За счет чего лечили? За счет чего люди жили дольше, чем сейчас? При условии, что у нас... Ну, ладно, я сейчас стою здесь, гаражи сзади, там, на отшибе. Вот. А вот туда дальше, метров пятьсот проехать, там будет четыре аптеки на квадратных пятьсот метров, или на триста метров. За счет чего? Ну, 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 ну. Поставлю паузу. Подумайте. Тридцать секунд. Я пока посмотрю на одну курящую женщину. Нехорошая она. Ну, вспомнили, подумали, за счет чего лечили, а? При условии, что давайте оттолкнемся. Гиппократ говорил, откуда берутся болезни. Ну, ну, раз, два, три, четыре, пять. Аллилуйя! Физиокабинеты! Физиотерапия! Ну, это было поголовно. То есть, массаж, электрофорез, душ-шарко, и еще куча всяких прибамбасиков. И они все помогали. А сейчас, вот, зайдешь в больницу, о-хо-хоу, крутизна у нас, елки-палки, все, что у нас самое крутое, это алмак. Алмак, стоящий на вооружении нашего здравоохранения. Это то, что я видел, это было сколько лет, ну, сколько, десять лет назад, да? Ой, больше. Двенадцать лет назад я тогда, о-о-о, помню, да. Алмак, алмак, ой. Что такое десять алмагов? Что такое десять алмагов, когда ты попал на десять дней? Та-та-дам! Ну, то есть, тогда тебя кто бы выписал, если у тебя плохие анализы? Да никто, это подсудное дело. Вот и все. То есть, человек полностью лечился. У человека были профсоюзы, которые тебе обеспечивали путевками. Если тебя за один раз в больнице, ну, то есть, пока ты вот на больничном, если тебе, ну, помогли, но ненадолго, естественно, тебе врач назначает тогда, там, поездку в дом отдыха, на то, чтобы, ну, на восстановление, в какой-нибудь санаторий. И все. И все. Была возможность взять путевку, там, на море, на черное, сгонять на 21 рабочий день. И не дай бог там вас пьяного поймают во время принятия процедур. У-у-у-у! Потом бы вам пришлось бы платить полную стоимость этого, этой, как там, курсовки, или как она там называлась, забыл. Вот такая вот штука жизни. Ну, чё, дебилы в белых халатах, вы в курсе теперь, откуда у вас проблемы? Изучайте матчасть. Если вы говорите человеку, что на аппарате нельзя, но вы об этом не в зуб, как говорится, ногой. Если у вас об этом ветер в голове, то есть вы ничего об этом не знаете, но в этом, при условии, ваше экспертное мнение, сколько людей сгубило. Сколько? Много. Вот из-за этого я вас ненавижу. Из-за того, что вы губите просто людей. И многие из вас, понимая, что эти таблетки нихрена не помогают, но вы продолжаете их пичкать, продолжаете им втыкать. Но вы же не изучаете это. Зачем? Зачем? Вы же без работы останетесь. Так вот моя и задача, чтобы вы, суки, остались без работы. Это единственный мой ролик, ну, не знаю, вот только вот к нелюдям в белых халатах у меня такие ролики. Это те же самые сотрудники МСЭ, те твари, которые, блин, отгоняют инвалидов, блин. Это для вас вкусняшка. В общем, не буду ничего корректировать, вот как есть, так и выложу. То есть вы просто задумайтесь, чем вы занимаетесь. У меня очень много отличных докторов, такие вот, вот такие вот умницы, которые ушли из системы, или, знаете так, работают в системе, просто вот приходишь к терапевту, он тебе рассказывает, берет там, Саш, давай я тебе помогу. Это было, блин, 15 лет назад, когда у меня со спиной проблемы, он говорит, знаешь, вот, ну, все это таблетки, это все, говорит, фигня. Берешь вот расческу, у него достает свою расческу, говорит, ну, носок снимает и начинает по пятке, там, по стопе елозить. То есть, говорит, вот здесь вот, вот здесь вот, нервные окончания, которые надо расшевелить, и тогда у тебя постепенно боль будет уходить. Представляете? Это доктор. А другой доктор мне сказал, Саш, вот у тебя начинается хронический бронхит, и если ты не хочешь стать заложником ингалятора, вот, бери, делай то, что я тебе скажу. Два месяца ходи в бассейн, не меньше, и вот на тебе шарик, обыкновенный шарик, и надувай шарик, раскачивай бронхит, ну, там, диафрагму легкие раскачаешь, слизь это выйдет, и все, и да пребудет у тебя счастье. Спасибо, тот хороший доктор, спасибо, другой хороший доктор, спасибо, Татьяна, все те люди, которые на самом деле занимаются тем, чем они обязаны заниматься. Спасибо большое, вас очень много, но дебилов больше, в разы больше. И дальше, пичкайте себя своими же препаратами сами, а те люди, которые задумались, поймите, организм сам всесилен, а то, что вот эти таблетки, вы просто себя химически травите, вот и все. То есть, включайте мозги, ваше здоровье в ваших собственных руках. Ну и, как обычно, мой девиз, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Даже если вы в белом халате, обращайтесь ко мне, я вам все это объясню, все расскажу на пальчиках. Или подписывайтесь на мой канал, просматривайте мои ролики, и да пребудет вам счастье. Всем удачи, всем пока, с вами был Кочетков Александр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!